Если вы позволите, я от общего к частному пойду. Надеюсь, что вы такой фокус... Я согласен. Если я записываю, я включу скринкастинг. Да, пожалуйста. Я считаю, что... Сразу вам это сделал, объясню. Я за открытость, прозрачность. Я против закрытости, против сокрытия чего-то. Я считаю, что это настолько бредовая ситуация в эпоху информационной технологии. Записывать можно что угодно, когда угодно, и не спрашивай меня. Это точно. Хорошо, только единственное пожелание Белоножкина по крестику нажмите, чтобы он не мешал. А, хорошо. Белоножкина нажмем на крестик. Все? Вы не мешаете? Да. Мечта, что вы будете помогать, а не мешать. Значит, смотрите. Он мешал графически, а так я духовно с вами рядом. Прекрасно, я это чувствую. Значит, смотрите. Де-факто есть платформа. На нее потрачено сейчас 2 года своей жизни, 10 лет исследований, 6 миллионов в среднем я посчитал. Могу теперь хвастаться. Не так же много, кстати, если заметить. Кто был инвестором? У меня был частный инвестор дружеский. Это мне интересовало государственные или не государственные? Нет, это все мои деньги. То есть, только 1 миллион инвестиций есть. Все остальное это деньги, которые я зарабатывал на рабочих проектах и вкладывал в разработку. То есть, как бы, де-факто я сам себя содержал все эти 2 года. У меня была определенная финансовая подушка. Кстати, сейчас она уже практически поистащилась. Поэтому-то я и органично подошел к партнерству. Ну, потому что... Ну, и, кстати, я сейчас буду инвестиции искать в том числе. Ну, вернее, что их искать? У меня предложение есть, просто я не тороплюсь с ответом. Значит, смотрите, есть платформа NeroMap. Важно понять, что такое платформа. Это движок. То есть, ну, как Moodle, а-ля Moodle. Притом интегрируемый в другие движки. То есть, вот сейчас мы с Moodle интеграцию сделаем. Потом мы сделаем интеграцию с EdX. Потом мы сделаем интеграцию с OpenED. И тем самым раз и навсегда закроем вопрос выбора платформы. То есть, мы... С каким OpenED, если он на EdX? Дело в том, что там есть определенные вопросы с тем, как он реализован на нацплатформе. А, понял. Просто если мы сделаем интеграцию с EdX международным, то это абсолютно не означает, что он будет абсолютно интегрирован. Ну, вы в курсе, что там Вася Третьяков собирается в следующий этап переходить чуть ли не интеграцию в Moodle, EdX. Тоже какой-то интегратор курсов, по-моему, так можно точнее назвать. Ну, смотрите, насколько мне известно тренд развития сейчас, рано или поздно выбор платформы станет абсолютно неважен. Платформа – это будет лишь способ отображения и способ созидания. То есть, создал на одном, отображаешь на другой. Да, да, да. Я об этом Вася говорил два или три года назад. Пусть вузы живут и цветут по-своему. Давайте обсудим интеграцию данных, обмена результатами учебной активности. Вот это для нас важно. Пусть студенты здесь у вас в Moodle, а где-то в Москве или еще где-то на EdX. Главное, чтобы вы видели оценочки его там, что он там действительно учится. Тут есть ряд проблем, с которыми мы столкнемся. Потому что, условно, EdX, OpenEDU, Носплатформа, Moodle и прочие платформы во многом все-таки построены на парадигме информационной. То есть, это информационные среды. Мы же заявляемся о парадигме инструкционной. Что, с одной стороны, здорово, потому что мы можем говорить о новизне, о исследованиях, о инновациях в области искусственного интеллекта. Там, работа с корпорационными системами и так далее, и так далее. Но плохо с точки зрения интеграции, потому что приходится сопоставлять различные объектные модели. Хорошо. Я понял, у вас с интеграцией план будет, да, это сделано? Да. Его сейчас нет. Но он будет... Ну, как нет? Смотрите. То есть, условно, мы сейчас можем взять курс на Moodle и в ручном режиме с продуктологом перевести его на нашу платформу в течение восьми часов. Зачем? То есть, это полуавтоматический процесс. Я уж думаю, как бы в Moodle не интерфейс, а последовательность, ну, логистику изложения сделать похожую на вас. Это тоже можно. Чисто визуально. Так, конечно, это абсолютно не проблема. Проблема в том, что в Moodle это будет визуальное отображение информационного контента. То есть, вы с точки зрения... Смотрите, вот когда человек в Moodle начнет выполнять шаг, вот, например, вот такой, да, там, например, там будет урок, ну, например, приведение успешной кампании, то есть, ну, например, кейсы, да? То Moodle фактически воспринимает это как текст, он знает, что это заголовок, он знает, что это текст, он знает, что есть, условно, обратная связь. Да. У нас же наша программа знает, что это не заголовок, она знает, что это предметная область, и она может назвать еще предметные области, которые с ней связаны. Она знает, что это определенный текст, который связан с этой предметной областью, и она может сказать, что вот эту предметную область, еще есть там 30 текстов похожих на этом то есть она и плюс она знает что сейчас 21 человек это делает а самое главное что она когда когда вы заполнить эти формы она вам не текст заполнит она будет базу основателей собирать базу вузов базу факультетов если вдруг в каком-то другом образовательном продукте возникнет обратная связь связанная с объектом например вузы то эта база может быть синхронизирована со всеми другими образовательными проектами вы понимаете о чем я я все понял единственное что я не очень понравилось это управление контингентом там были проблемы с зачислением нет нет а немножко например насторожило а что именно и уточните ну то что студент неправильно обнабрала адрес в строке в адресной и попал и записался система записала его не туда и он там висит лишний было смотреть вот тут вот тут мы сталкиваемся с историей смотрите какой с одной стороны да правильно нужно делать защиту от дурака да ну то есть условно если он пошел не по той ссылке чтобы она понимала куда его записать с другой стороны у нас есть методология официальная по которой нужно использовать платформу то есть мы педагога обучаем и мы говорим что студент ни в коем случае не должен заходить по ссылке в браузере ну который он пишет потому что заведомо он нарушает бихевреальную модель ну то есть хорошо согласен это можно договориться и исключить виде тех же инструкций просто будут а сделано более изящно там или по кодовому слову или через си файлы закачивать еще не это у нас тоже есть вопрос почему педагог вот тот 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 студент который ошибся и не туда прописался да почему педагог кого не прописал заранее у педагога есть функционал загрузки списка студентов то есть почему педагогом не воспользоваться вот мы сталкиваемся с тем что видим педагога не обучили не дали ему там доступ к интерфейс тогда тогда это пожалуй хорошее сообщение проблемы нет так я вас перебил нет есть позвольте я быстро закончу да да как бы основной основная история которая является и преимуществом недостатком то что он в информационных средах это все тексты информация а в инструкционных средах это все объекты ну и объекты действий то есть условно и мы получается когда следующий проект делаем ну по-хорошему конструктор должен понимать что у нас вот это новый объект или он уже существует у нас системе вот вузы например и так далее и тогда он может использовать объектную модель но это это сложно и долго объяснять но в на начальном этапе это либо будет незаметно либо будет дополнительную нагрузку на конструктором накладывать зато с этапом наполнения например там полгода год это будет просто икея которая летает в секунды понять там будет дофигища объектов это конструктор идеальный который ну условно облачном режиме может из любых объектов в чем быстро сделать вам любой образовательный продукт при том при том объекты могут быть как сторону студента например вот ну действенные или информационные так и со стороны студента как информационная обратная связь себя или обратная связь здесь хорошо вот кроме чаток и кроме вот тут что вот это анкета типа да это называется у нас угси форма как угси форма то это такое так давайте тогда вам поясню значит угси это юзер джинр этот контент то есть понятно который сгенерирован пользователям но визуально танки то а визуально до вопрос функциональности хорошо принято какие еще виды активности в терминологии буду вот это называется анкета вас она еще и является база знаний какие еще виды активности форум до вас там есть плоский или какой-то форум до верно форм есть он древовидного формата в нем нет древовидного формата пока нет моя моя фишка повернут на древовидности видно кто кому отвечает смотря что вы подразумевать под древовидностью сейчас я покажу когда маша ответила не ладни никите а предыдущему товарищу это что-то ответ ему они никите нам сейчас покажу как мы пока обходим эту историю дело в том что у нас пользователи пользуются этим на мобильнике не древовидных древовидный формат плохо на мобильнике подражать потому что он требует съезда в бок до фейсбуке плоский формат поэтому тут смотрите какая история он может у нас такой же как и в фейсбуке формат но если пользователь говорит я хочу сейчас побеседовать только с дамиром то он может перейти к дамеру профиль и уже у дамира в профиле анонимно переписываться анонимно переписываться притом и вот прошу отметить особенность вот этого что мы заявляем мы заявляем что в коммуникационных средах есть проблема коммуникации так называем прокрастицо прокрастионной коммуникации когда она не привязана к какому-то действию но когда пользователи просто социализирует сообщается и так далее вот мы говорим что это они могут делать и фейсбуке вконтакте поэтому у них в профиле есть всегда ссылка на социальную сеть и на любые другие там линкеды на любые другие сервисы фейсбуке не очень удачно вести дискуссию согласен но смотрите что мы заявляем мы заявляем что если они общаются в нашей сети ну вернее внутри нашего продукта то они могут общаться только применительно конкретному действию любое сообщение любое любая обратная связь любое слово любое предложение всегда будет однозначно сопоставлено с каким-то действием либо со стороны получателя сообщения либо со стороны отправителя сообщения вот например я сейчас могу побеседовать до мира с дамиром каримовым но просто так написать я ему не могу я могу лишь выбрать какое-то конкретное действие но дамира каримова или какой-то результат или какой-то кейс и на базе этого действия результат могу с ним беседы я понял но это будет один на один а если это крауд если группа ведет дискуссию древовидного формата нет понимаю что мобильник и не предми расположен древовидности но если вы предложите смотрите одно из преимуществ наших что у нас очень мощные разработчики очень быстрые если вы предложите как и где это реализовать то мы с радостью это дополним это очень быстро у вас остались разработчики и средства чтобы заплатить ну конечно я даже их сейчас увеличивают то есть но сейчас мы в среднем живем на 400 тысяч в месяц сейчас мы хотим увеличиться до 800 так что разработчики наоборот увеличиваются вы назвали зарплату разработчика нет нет это не важно это я просто услышал у вас есть ресурсы хорошо качестве постановка постановщика задача иногда смогу быть тут единственное позвольте зафиксировать определенную вещь чтобы не не обманывать ваши ожидания прежде всего мы будем реагировать на задачи связанные с тем или иным коммерческим проектом и жив и жив и же во вторую очередь мы будем реализовать задачи стратегически конечно очередность приоритетность задаете главное что какая-то будет перспектива хорошо могу еще кое-что добавить раз уж мы беседовали насчет и джесси форм вот вы меня спросили это как бы это формы как назвали анкета до анкета опросник смотрите есть позвольте чуть скорректирую мы будем идти по вашему индивидуальному треку то есть вы меня будете просто направлять вопросами но я скорректирую ответами чем это отличается от анкеты во первых это может быть просто анкеты ну то есть у любой анкеты есть название поле там да и предполнить и да но но в нашем движке заложено более мощная так скажем перспективная динамика развитие этого объекта первая динамика сейчас он анкета может работать как сборщик текста до когда она не когда она не включает искусственный интеллект и не понимает что она себя да 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 второй этап как может работать анкета она уже понимает что она сейчас не просто текст собирает она собирает проекты тут неважно что написано важно что мы анкете объясняем что вот это вот идет в библиотеку проектов мы можем поставить галочку что вот все что здесь написано это все будет класса в базу знаний проекта какие еще виды активности извините существует например тестирование нету тестирование сейчас это мы сейчас мы сейчас скачем с предыдущей тем потому что она уже раскрыта или потому что неинтересно это хочу не отменить мне сейчас интересные глобальные штрихи я уловил что анкета не этот опросник текстовый этом генератор базы знаний я уловил я хочу услышать остальные виды активности хорошо давайте давайте задать вопрос можно методом исключения теста есть есть хорошо их можно вставлять вместо анкет но есть одно но мы сейчас хотим заявить рынку опять же смотрите вот есть статистика вернее так есть как у всех можем поставить тесты а есть экспериментальное поле и например в чем все в чем состоит экспериментальное поле что мы выяснили что тестирование ну простыми вопросами ответами да или выбором из ответов нас не устраивает с точки зрения образовательной динамики мы видим иногда деградационный эффект тестов что мы пытаемся предложить ну как бы образовательное образовательное сообщество я щас вам покажу мы говорим что есть понятие человекоподобного интерфейса вы слышали данный проект но может подругими словами но слышал что условно вы фильма она не смотрели нет не помню вот очень важно что вы посмотрели даешь там прекрасно показаны определенные визуальные вещи суть в том что если закрадывать вперед форсайда то скоро все интерфейсы они перейдут на речевые ну потому что это более большинство интерфейсов перейдут на речевые на визуальные вы я думаю с этой парадигмой не не поспорить правильно конечно эти упражнения и мы уже заранее закладываем базу чтобы под это модифицировать мы уже смотрим вперед поэтому когда мы создаем антесты анкеты или еще что то мы уже автоматически продумываем как это можно реализовывать но только мне нужно в каком-то месте где еще я не проходил вот видите вот мы уже реализуем это в виде чата или в виде там беседы с чат-ботом который может понимать и может задавать вопросы может импровизировать даже вокруг этого объекта который надо собрать пользователя например и пока она не получит в разумительный ответ который поняла она может по-разному задавать те или иные вопросы про сейчас этой методологии нету в работоспособности она но протестирована в лабораторных условиях но мы ее в массовом промышленном производит промышленном запуске не можем использовать то есть это тестирование с помощью ботов и нужно писать письменно верно ну вернее так им боту достаточно научиться логике общения и дальше он может сам уточнять детали от ученика без использования живого это это не тестирование это скорее всего интеллектуальная какая-то новая но сегодня так на тренированная сервисная система ее нужно натренировать она будет работать я в этом верю в чем утверждение утверждение в том что даже если вы задаете человеку вопросы и он находится психо психологической парадигме диалога ну как с некоторым пусть даже не живым интеллектом но с некоторым те которые реагируют на него если он условно не прикалывается а понял правила игры и старается взаимодействовать с ним то мы выяснили что такая форма раскрытия знаний ученика гораздо более эффективно чем тестирование и наверное более надежный и не требует прокторинга абсолютно с точки зрения производства она лишь чуть чуть сложнее на начальном этапе потому что на самом-то деле она не время выживет она выживет интеллектуальные способности того кто ее делает на начальном этапе ну то есть сделать тест разработать тест и разработать вот этот скриптовую форму для чат-ботов в принципе по трудоемкости одинаковая сдача а вот по интеллектуальным требованиям на несколько порядков различается ну хорошо традиционные тесты типа множественный выбор или видите правильное число существует здесь существует нету пока методолога который создает ладненько пока пусть этим занимается другой инструмент хорошо другие виды активно в какой стадии готовности вот это интеллектуальное ботовые собеседование тестирование если вы знаете какой скрипт вы хотите прописать с учеником то она уже работает она не может пока импровизировать она может пока работать с выбором из криптов не совсем уловил ответ по понял что надо этим еще заниматься верно не 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 она может но ответе он же например сотрите уточнами старость перечислите 5 трендов которые считают релевантным вашей отрасли компании я напишу первое это сейчас секундочку vr второе это каутсорсинг сейчас быстренько сортинг третье английский а ничего что по-английски не наоборот по-английски он ну лингва лучше работает blended learning четвертое что у нас там life long learning и наверно пятое самое интересное это инверстат моделс вот этот моделс или моделинг давайте так вот и давайте приложим какой-нибудь визуальный еще и визуальность можно да 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 это вообще не проблема вижу вижу васями картинки да 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 так вот видите хотя с другой страны а я понял визуальность она она так быстро у нас не пройдет сейчас мы какой-нибудь другой один секундочку и что у нас не сделает не она визуальности визуальности она должна воспринимать я не прям почему она меня не пускает она не позволяет мне загружать файл на сервере я сейчас вижу что она его помечает но не загружает а господи же боже мой я же не зашел как пользователь просто я я нахожусь у пользователя есть 222 формы пользования системой вот у меня роман рабиноч это отладчик ну то есть вы можете на заходить как отладчик тогда любой скрипт он показывает вам виде html html понял и стоит с ним до условно выйти и зайти как обычной пользы что я не видел html у меня обычный пользы под другой соцсеть вот условно принцип такой что сейчас мы перейдем туда где можно побеседовать ну вот отлично значит когда чат с болтом да уже да ну я правда ведь и балду пина все это можно удалить да да сейчас мы удалим это сейчас это удалим вам и экспертизу ну то есть вообще по-хорошему я могу делать так что система сама будет удалять нерелевантные обратные связи но сейчас мы это убрали потому что мы хотим чтобы педагог видел когда студент вот ведь вот ну когда студент написал нерелевантно да потому что мы выяснили что оказывается это повод для педагога до взаимодействия с этим студентом и привести его к соответствующей нужной знакомая технология для введения некого протокола если он будет обвинять что система плохая да да хорошо хорошо смотрите то есть и работает эта штука да чат-бот чат-бот для взаимодействия на одном шаге работает идеально ну с точки зрения скриптов сейчас если вот показать на обычном пользователе они на отладчики чтобы у нас html не было просто найдем но тут здесь много df1 сейчас мы включим здесь чат-бота как-то быстро происходит чат-бот включен сохраняем приходим он быстро отрабатывает потому что он уже скорее всего эту штуку делал ну то есть чат-бот перезагрузимся там включим и чем не а главное уловить функционирование основных видов учебной активности и ваша сейчас чат-ботом это вообще фантастика но вот я же и хочу фантастику показать я просто прыгаю из-за этого может быть там не там он случайно включил надо потом будет найти где его включил ну вот смотрите вот я захожу где не было вот она начинается на беседах возникли вас вопросы в работе с интерфейсом ну например возникли возникли вопросы связанные с чат-ботом например когда он включен а когда когда обычные формы вот смотрите сейчас если я отправлю это сообщение она просто скушает текст у нас сейчас в движке заложена история что на полностью текст она понимать не может но например она уже понимает узнает слова чат-бот и узнает слова например формы внутрь там обратной формы и тогда она может понять что этот ответ как-то связан с чат-ботом и с формами раз когда например я потом покажу всю обратную связь по всей системе которая связана с чат-ботом она мне найдет все но по сути это поисковый простецкий движок да и вот она продолжает со мной беседовать там какие функции интерфейса для вас наиболее удобно там ну и я продолжаю я могу выйти например могу выйти и не сохранить беседа могу сохранить беседу и тогда когда второй раз вернусь к этому у меня мы продолжаем с ним беседовать с последнего шага который мы не закон я вот не понял она спросила вопрос до вопросы возникли по работе с чат-ботом а реакции то не последовало на пара пошла следующий вопрос правильно она после чего просто почему потому что скрипт который разработал архитектор он плоский ну то есть он у нету у него условий на реакцию ответа сейчас понял то есть такого примерчика готова для иллюстрации еще нету да ну с точки зрения структуры он работает нету методолога который мог бы разработать и которые не противоречили бы взяли подсказку про колобка где вне вне ты написали бы простей с простейшей логикой чтобы показать у вас работы приходится верить на слово не но окей сказку давайте сделаем хотя вот вот это как раз и может быть разводом для нашего взаимодействия видите в чем проблема наша у нас нету методологов у нас технологии обгоняют то что надо сделать потому что вот мы сейчас мы сейчас договорю разбольная точка вот мы включили чат и да мы прям чат ботов даже скриптовых плоских и выяснили что они сейчас ухудшают эффективность пользователей почему потому что чтобы чат бот работал эффективнее чем форма обратной связи он должен методологически быть проработан не согласен роман у меня с методологической фантазии проблем нет ой прекрасно ну у нас нет проблемы с технологиями не во всех сферах но допустим там сферы экономики что там еще педагогика онлайн образования можно обучить хорошо следующее все таки по активностям форумы у вас есть но плоский вопрос по форуму они пишут пишут то переписываются в муду есть такая система но в фейсбуке она есть выставление оценок муду там боль более мощная шкала оценок может быть она накапливается она позволяет аккумулировать различные числовые характеристики из формы а здесь есть такое что-то чтобы вести аналитику вот этот вася очень много писал его чаще всего хвалили он явный лидер к нему прислушивается есть такой тут сейчас вам покажу единственное позвольте небольшую тем секунду юмора я не видел я уловил я сегодня видел дальше диалог мне это напоминает хорошо я тогда не знаю стоит ли это просить показать или следующий давайте покажу давайте покажу еще раз мне достаточно кучу вопросов задать да нет кирки в ком головы вы ответить и мне хочется показать это для меня радость что кто-то а мне хочется за ваше короткое время ухватить все сразу и принес стратегическое решение ничего у нас с вами вы не торопитесь со стратегическими решениями стратегические решения по моему должны приниматься в стратегическую длину давайте так как вы ведете аналитику в социальном взаимодействии форумов давайте сначала отвечу на вопрос как ведется экспертиза и обратная связь а потом когда уже канал если у меня есть набор каких-то конкретно вот предположим рассмотрим на примере одного из заданий формулирование идей да но есть она сделана методологически верно потому что название задания соответствует действию ну то есть если человек находится на на третьем шаге третьего кустинара проекта идея мы точно знаем что он занимается формулированием людей и ничем другим хорошо и у нас есть конкретный результат этого действия вот я сейчас уже начал находиться там и если я сейчас буду формулировать идею и закончу формулирует 2215 то система запомнит что эта идея мне стоило 11 минут это раз так 2 так как методолог а методолог замечательно работу на формулирование дейта маргарита сейчас только отключу чат-боту то что он для в демонстрации этой вещи он наоборот будет мешать он на кон что глобальный этот бот не он сон включается для конкретного объекта конкретного шага и его можно включить везде сразу но и тогда полная чушь будет водором кое-где он не подготовлен вот смотрите я например формулируете так как методолог хорошо подготовился и хорошо сделал то я не просто пишу здесь текст методолог выполнил требования он разбил ответ на определенные информационные объекты которые один который однозначно сопоставляется с базами знаний то есть вот мы например говорим что пользователь формулирует идею мы на даем какой-то историю он пишет потом наступает экспертиза понял да но только секундочку мы когда говорим что действие формулирование день заканчивается мы говорим что значит в результате этого у него рождается проект в виде название или в виде описания у него рождается предложение к своим пользователям у него рождается проблематика пользователей у него рождается решение для этой проблематики и рождается технология ну при помощи которой он решает и вот тут важно важно вам это объяснить потому что на мой взгляд это потрясающая вещь очень хочется вас заразить этой истории в других образовательных системах в качестве обратной связи с пользователя берется либо текстовая формат который живым человеком читается и принимается обратно ну как бы решение либо например вообще тестовая да где просто там проверяется да нет да нет да нет мы же на самом деле в качестве обратной связи получаем крут сорсинговые объекты с пользователя поэтому когда происходит экспертиза то благодаря вот этой методологии например педагог на данном курсе экспертирует не идею он экспертирует например насколько описание проекта соответствует там в трех предложениях основной сути насколько четко сформулировано предложение и понимает как с ним прорабатывать насколько четко сформулирована аудитория и проблематика насколько четко сформулировано решение насколько четко понятно использование технологий то есть это позволяет педагогу при экспертизе быть более концентрированным относительно качества ну относительно качества как образовательного продукта так и своей экспертизы как она здесь делается сначала педагог может вступить в диалог со своим студентом тут есть возможность что передагог видит либо всех студентов либо только своих если он если несколько педагогов на курсе находится он может видеть ответы студентов как по соответствующим шагам так и в соответствующем профиле студентов ну то есть например я могу перейти в профиль анастасия на 1674 и перейти в ее экспертизу и работать именно с экспертизой вот собственно то что мы только что смотрели вот она формулирование день здесь работать удобно да значит если мы говорим и опять же если мне необходимо то я могу с анастасией хоть по созвониться даже по видеосвязи есть видео чат но и кстати видео чат будет точно соответствовать тому действию на котором сейчас находится анастасия связан контекстуально до связан контекстуальной могу опять легко перейти на на соответствующий шаг так вот смотрите если если я даю экспертизу смотрим например здесь то я могу сначала просто переписываться с ней и это не повлияет на ну например я это уловил это будет просто уточнение да я например анастасия например веб-студия веб-студия это достаточно община давайте уточним да точно что именно ну или давайте давайте уточним ну или что то можно право в студии уточнить давайте уточним что за проект что они организационная форма и приведу пример то есть что отличает вашу веб-студию от всех других на рынке в чем новизна вот я это спрашиваю но оценку я еще не ставлю все вот с этой с этой секунды анастасии пришло пуш уведомление на телефон что ей эксперт задал вопрос но еще не проэкспертируем да и если например я в результате диалога удостоверился что все она все изменила она может кстати в режиме реального времени уточнять ответ ну то есть например его видоизмене то тогда я уже прихожу и нажимаю экспертиза и как она дает знать что она закончила свои мысли и уже ждет оценки пока только в диалоговой форме то есть ну мне придет уведомление что она ответила но по факту самого первого момента как человек добавил результат он ждет оценки то есть условно педагог сам решает либо он в первую секунду даст оценку либо он задаст еще уточняющий вопрос так секундочку тут есть какие-то контрольные сроки когда анастасия знает что я вот до 15 сентября у меня еще есть время уточнить ответить на вопросы а после 15 все уже абсолютно верно дедлайны есть сейчас вам покажу как хорошо отлично я вижу хорошо поработать ну так слушайте я же старался я так старался да здесь покажу ночью америке интересуются этим вот кстати даже смотрите что есть я сейчас зашел один проект до нас есть баллы и если пользователь давно не был на этом проекте и на этом проекте давно не был у него сгорели все баллы ну то есть условно в каждый день у него сгорает там по 100 по 50 баллов можем включать эту динамику можем выключать это такая графикация это мотивация да как до мотивации и вот он я в него захожу вроде думаю сейчас зайду ведь я же так думал сейчас вам покажу он говорит а нет у тебя недостаточно баллов ты давно вдруг мой выходил в проект и мы придумали такую историю что чтобы не просить но у нас же не коммерческая история мы ни в коем случае не зарабатываем на студентах да есть внутренняя валюта то есть чтобы они там мой гриф да да он может ввести обещанный платеж который должен отработать до все притом ну-ка сейчас у меня пустит вообще не хватает а видел горит 5000 баллов уже слишком ну хорошо вот сейчас пока у него обещанные платежи но у него есть общее количество так скажем банк а вот это 5000 его долг что ли красненьким не это общее количество денег сейчас у него а долги то что он задолжал так он же сейчас эти 5000 вел чтобы на них поработать в проекте чтобы зайти в проект у тебя должно быть какое-то количество хорошо но где эти долги то что он обещал обещал ой но тут тут очень интересная динамика например вот на этом проекте настроены так что у меня есть команды шести человек у меня на всю команду 300 тысяч рублей ну или 300 тысяч звездочек на полгода и условно если один человек не учится в команде то он расходует деньги всей команды ну короче там очень интересно там потрясающе кто это придумал кто это придумал это я баловался молодец но это конечно имплементировать на реальной учебной деятельности опасно что это такие это там экономика у нас там начали быть эти кредиты кто-то предложил банк выпустить короче ужас что началось но зато очень интересно знаете что мы считаем что пользователь вот проблема бесплатного обучения заключается в том вот почему американцы лучше учиться я это заметил настолько у настолько они старательные умнички потому что они понимают ценность каждой минуты своего обучения они понимают сколько им стоит каждый день это то что работает платном обучении в русском учении это уже не работает а вот американцы хотят за их проверить интерес к этому нейро мэпу они ничего про нас не знают они даже знают о нашем существовании пока но мы беседовали с директором вот вильямом ранкиным он сказал что мы сейчас находимся на таком уровне технологичным что можем идти напрямую в apple и напрямую в microsoft напрямую в intel и так далее только просто у нас к сожалению не хватает упакованности но говорит что по технологиям вроде как мы достаточно уникально хорошо смотрите я вам рассказываю про дедлайны у каждого шага есть дедлайн вот крайний срок например вот у этого шага крайний срок 1 1 2017 знает что в принципе до 1 1 2017 как мне не обязательно давать ну как бы результат так и и моему педагогу не обязательно отвечать на него кстати важно понять что а у нас есть два вида дедлайнов один дедлайн для учеников а второй дедлайн для педагогов на обратную связь и они не всегда совпадают единственное педагог не может поставить свой дедлайн раньше чем дедлайн ученика но сон например до 1 1 2017 надо собрать все ответы с учеников а до 7 0 1 2017 дать всю экспертизу спасибо так сказать это все попадает некую базу знаний да мы сказать да и мы еще и накапливаем экспертизу ну как как а вот например лариса вы я думаю знаете и далее я знаю но смотрите вот например я проэкспертирую самого себя вот например я тут рассказываю про платформы на рмф вот у меня экспертизы нет я нажимаю на экспертизу и смотрите я могу сейчас вот я мог с ним просто беседовать а тут от меня как педагога требуется вы высказать свою экспертную точку зрения на результат студента я считаю что данный подход это совсем новая методология для проверки качества работы педагогов и тьютеров и наставников потому что раньше педагог думал что ему достаточно дать оценку ну тройку четверку пятерку а я считаю что для педагога происходит точно такая же интеллектуальная деятельность по напряженности какая для студента потому что условно он может дать плохую экспертную оценку а может дать точную экспертную оценку ну вообще-то есть требования в наших вузах они пишут текстовое заключение по таким видом как курсовая работа про диплом не вообще не говорю это просто до зачтено но если он пишет не зачтено он должен написать почему вот есть позволите продемонстрировать уникальность вы знаете такую модель как блокчейн немножко до накопители да вот эти а основная основном насколько я понимаю я может быть недалек но основное мое понимание блокчейна это то что любое решение имеет цепочку предыдущих решений до которому она органично выливается поэтому нельзя нарушить это очень также если если эксперт может дать маленькую экспертизу на каждый маленький ответ всей большой курсовой работы например да то тогда он не может ошибиться глобально финальном ответе потому что его финальный ответ автоматически конструируется из маленьких на каждом шаге понимаете то есть мы пытаемся продемонстрировать цепочку блокчейн в экспертизе педагогической теоретически понимаю как это практически да невозможно это показать нету методологов таких то есть практически сейчас просто выставляется тупо оценки от там 10 по десятибалльной шкале в я и это мне как ножом по сердцу понимаете ну потому что условно мне не с кем мудал если помните есть элемент семинар где преподаватель задает критерии он расписывает их дает им веса он дает возможность потренироваться и там четко видно студент вот работа вот критерии тем более еще потренировался на демо образцы и там все понятно а как здесь будет технология не я как методист могу и тут представить постановку задачи мы распишем неужели тоже технически работает да 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 и позвольте объяснить как во первых у него есть возможность есть позвольте буквально две минуты мне очень важно вам донести во первых у не есть возможность с точки зрения лингвы ну то есть текстовой обратной связи дать экспертизу экспертную точку зрения но мы сейчас ориентируем наших педагогов на тему того что педагог должен ориентироваться не субъективно относительно результата а его задача первое это максимально точно выяснить что имел ввиду студент под каждым из краудсорсинг объектов да то есть в данной структуре и соответственно его заоценочная задача скорее сводится к уточнению к чем к оценке а вторая задача которая у него есть есть определенные к система навыков которые соответствуют тому или иному шагу я сейчас вам покажу ну вот например на проекте планета нам удалось это реализовать но не удалось методологически это применить с точки зрения только вузов только народу и не могут методически сформулировать процесс да нету таких экспертности нет ну то есть с вузами мы еще не выходили на методологическую историю нас вузы только недавно пустили вообще таких вот смотрите вот например у человека есть первое задание в игре который мы сделали планеты он он рассказывает о себе вот тут куча-куча самопрезентации кстати есть некоторые прямо готовы уже на конкурс там у нас есть история с конкурсами что человек не просто ну он может оценку получить я может получить например там общественное признание на этом или 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 есть что понять общественной оценки ведь они тут при приклад свои фото прикладывать свои с этом сочинения себе и так далее короче творчески подходит к результат а к а почему вот вот если вы увидите большинстве образовательных продуктов то люди буквально просто пишут себе там роман и больше ничего не расскажу а тут они стараются потому что мы им объяснили на оффлайне что за что их ответы будут экспертироваться по четко заданному набору критериев только критерии у нас так же как и в мудле называется навыками чтобы сфокусировать критерии только в одной так скажем предметной области в области навыков так вот например если он презентует себя он может либо получить либо все либо прокачать навык обучения и прокачать навык сам презентации либо прокачать навык нетворкинга либо прокачать даже навык персонального бренда либо он просто прокачивать навык послушного пользователя а если уж он умеет и себя пропиарить то ему еще и 5 навык дается То есть, таким образом, когда человек экспертирует того или иного пользователя, вот, например, вот у меня непреэкспертированная Елена, я могу только определенные навыки ей улучшить или уменьшить за этот ответ. Не очень хорошо, не очень. Остальные как? Выбрасываете? Остальные навыки? Да. Вы во всех навыках разбираетесь, почему только один оцениваете? Не, вы можете все оценить. А, и можно поочередно каждый, да? Конечно, конечно, конечно. А, все, сори, да, понял. Более того, я вам скажу, что у нас есть такая функциональность, что сама система может попытаться выдать ей навыки. Ну, там по некоторому принципу. Во-первых, если она просто заполнила все поля, она уже дает минимальные навыки. Хорошо. А вы, когда уже приходите, вы эти минимальные навыки можете либо обнулить, соединения, либо наоборот. А как у вас, как это, не консолидация? В Moodle есть разные стратегии оценивания при peer-to-peer и при вот этих экспертизах. Помните? Да. Там взвешенные, суммарные, какие-то агрессивные, какие-то мягкие стратегии. Я помню. А вы с этой математикой здесь тоже играли? Да, тоже играли. У нас у каждого шага есть вес. Хорошо. То есть, условно, смотрите, у нас там система оценок, мама не горюй. Во-первых, вы можете дать текстовую оценку, во-вторых, вы можете дать навыковую оценку, в-третьих, вы можете дать ему внутренний баланс денег, например, 3000 денег могу подарить. Но только у каждого педагога есть определенный банк, который он не может преувеличить. Ну, то есть, он не может просто сидеть и филантропить, заниматься. Но, помимо этого, вот это все, виды оценок, так скажем, игровые. Ну, то есть, они неофициальные. У нас еще есть и официальные оценки. Сейчас вам покажу, как это выглядит. Да, как там. Вот у меня, например, вот он мой проект «Планета». Тут уже все менее красиво, но зато более аналитически. А, ну, так и везде вот эти сложные таблицы, просто не так и будут. Вот, значит, смотрите, я могу, вот здесь мне видно, кто у меня, как проходит проект. Вот видите, например, вот они все красавцы идут, которые застряли на первом шаге. Цвет что означает? Темно-желтый, это значит, выполнен каждый шаг задания. А, понял, понял. Светло-желтый, это выполнена какая-то часть. Серый, это вообще ничего не выполнено. Соответственно, если я раскрою этот квестинар по шагам, то я вижу, что вот этот, и этот выполнен. Зеленый, это значит, что уже проэкспортировано. А, вот еще даже так, классно. Вот видите, я вижу, что эксперт поработал плохо. Вообще, весь проект желтый. То есть, тут вообще эксперта не было. Но его действительно не было. На планете не было эксперта, потому что у них не было такого запроса, чтобы был эксперт. Им важно было, чтобы просто пользователи написали и пир-ту-пир друг другу отписывались. Ну и заканчивается все средним баллом по человеку, по группе, понятно. Ну, значит, есть, во-первых, процент от максимума, есть сумма всех баллов и есть средний балл. Но, сейчас уточню вам кое-что. Если я, например, оцениваю разработку идеи, то я могу зайти сюда и уже поставить официальную оценку. Она у нас десятибальная. И вот эта официальная оценка уже заходит в официальные ведомости, которые автоматически генерируют систему. Эти шкалы меняются, да? Где-то 10, где-то 10. Да, шкалы меняются. Но сейчас запрос был такой, что десятибальную шкалу поставить. Ну, хорошо. Вот. И что еще хочу отметить. Тут есть такая история, тоже из истории блокчейна. Я могу перейти в специальный редактор, который, ну, мы назвали так между собой блокчейн-статистикой. На самом деле, это такой мощный статистический модуль. Вы видите, он мне выдает все сессии рабочие студента по этой задаче. Вот первый раз... Это протокол, да, его действия? Да, это протокол, по которому я могу уже живым интеллектом, да, в принципе, искусственным тоже, взвесить, насколько реальна эта работа была настоящей, а не выдуманной. Первый раз Дина приступила к работе 22 июня, да, в 3 часа ночи. Ага, ночная пташка. Ночью через 17 минут она разработала идею. Ну, что ж, в принципе, разумно. Ну, я понял, вид активности больше других тут нет. Вебинары, это понятно, там, общение. Мое мнение, этот, вот я так грубо смотрю, этот инструмент позволит повысить, ну, в чем измерять результат. Ну, пусть даже ту же успеваемость. А еще один страшный вопрос, что тут есть система прогнозирования неуспеваемости. Вот в Америке они очень над этим бьются прогнозировать двоечников. Он заплатил, его отчислили, потерял и вуз, и студент. Они вот стараются упреждать эти отчисления, в том числе в Moodle научились делать. У вас есть, типа, такого хотя бы сервиса? Или вот эти вот сводные таблицы желто-серые, они и есть? Это они и есть. Они могут, сейчас, к сожалению, они не могут прогнозировать. Они могут лишь выводить тех, кто уже находится на риске. В принципе, да, в принципе, прогнозирование громко сказано, там такая же аналитика на самом деле. То есть, преподаватель или декан заходит и видит, какой цвет. Если цвет не тот, он начинает принимать меры. Но тут все видно. Тут все видно, и более того, даже еще до красного. Мы как бы немножечко, если говорить концептуально, то мы против системы наказаний. Мы считаем, что если студент не учится, то надо паниковать до того, как он не учится, а не после того, как он учится. До того, да. Но всякое бывает. Может, преподаватель начал сочковать. Может быть... Ну, так вот, это же и видно. Видите, вот смотрите, тут преподаватель сочковал. Тут его вообще не было. То есть, видно даже, когда он... Вот он поработал, чуть-чуть так избрачно. Хорошо. С мотивацией преподавателя есть рычаги, которые показывают, допустим, декану или ректору. Вот этот факультет, или это направление подготовки, или первый курс хорошо дышит. А вот этот курс нет, вот этот факультет нет. Позвольте показать вам. Вот смотрите, вот тут вот две группы училась. Я вас не утомил? Наоборот, я же чувствую себя счастливым. Вы меня понимаете, боже мой, я счастлив. Смотрите, вот здесь на данном курсе работало три группы. Первая группа работала на первом запуске, асинхронно было. Вот она в среднем дошла до седьмого квестинара, видите, вот здесь. И то, там видно, вот этот отличник, это хорошо дошел. А вот этот вот слабенький был и так далее. А вот этот вообще присоединился, видимо, к серединке и потом отвалился. То есть, уже могу визуально быстро анализировать. Это индивидуально, а групповые есть агрегаты? Да, вы можете по группам отсортировать. Ну, здесь показывают только группы. Но теперь смотрите, что... Вот я хочу простыню не по фамильной, а по предметам. Вот у меня есть 90 предметов в этом семестре на факультете. Я хочу увидеть, как они дышат. Нет такой аналитики сводной. Слушайте, задачка интересная, но, в принципе, в базе знаний-то у нас все это есть. Это просто надо выборку сверстать. Это, условно, неделька для... Группировки создать, да. Да, это вообще ерунда. То есть, информация-то есть, и она структурируется. Информация, да, я вижу. Если позвольте, я тут вот смотрите, что покажу. Что вот если я педагог, и я вот зашел сейчас, смотрю, что происходит у меня с курсом, то, во-первых, я вижу успевающих, вот видите, я вижу, о, молодец, я прям вижу, как он бежит вперед. И вижу тех, кто серый, вот для меня серые. Мы специально избегаем красного, потому что мы хотим, чтобы люди думали из психологии избыточности, а не из психологии недостатка. То есть, это для него повод проявить свою педагогическую экспертизу. Хорошо. То есть, это... И самое главное, смотрите, вот я вижу, у меня пошла группа, начиная с Евгении, которая все застряли на первом шаге. И мне уже, как педагогу, надо бить тревогу, потому что у меня общая динамика, смотрите, уже в среднем, наверное, где-то на шестом квестенаре, а вот у меня группа отстающих. Тут есть сортировки по колонкам. Что вы имеете в виду? Ну, сортировать... А, работает, да? Да, ну, то есть, я могу... Я не вижу там свернуть или... Это свернуть квестенар, развернуть, это по шагам. Я могу развернуть шагам. А сортировать по алфавиту или по впиваемости, или по праваемости? Пока нету, надо делать, надо делать. Ну, это ерунда все, на самом деле, это несложно. А как они тут изначально, по алфавиту размещены строчки? Студенты сами, да. Нет, студенты размещены по дате начала работы. А, не очень, не очень. Ну, да, не очень, да, согласен. Но это как бы просто сейчас... Но это не критично, это можно постепенно провыкнуть. Если ты ведешь свой предмет, ты видишь... Ну, и плюс, понимаете, мы же можем на самом-то деле, мы можем не заставлять педагога привыкать, а можем собрать... У нас просто пока слишком мало педагогов, чтобы не адаптировать систему под индивидуальность, а адаптировать систему под педагогические нормы, ну, так скажем. И вот сейчас одному педагогу удобно по алфавиту, а второму удобно по дате начала. И вот, собственно, что нам делать? Нам надо, по идее, здесь делать форму, чтобы человек выбирал. Но когда мы поняли, что у нас там 50 педагогов, и у 50 педагогов 50 различных удобств, то интерфейс настолько перегрузится, что... Ладно, ладно, ладно. Нет, здесь просто я бы включил бы... Вот фильтры есть, а еще группировки по какому-то полю, там справа добавить ячеечку, сгруппировать, и по какому фолю? Убывающая или возрастающая? Так, а что страшный вопрос с компетенцией? Мы уж не будем сегодня его обсуждать. Я... Вот когда вы кончитесь, тогда я закончу. Я только одну секунду еще покажу вам кое-что в таблице успеваемости. Смотрите, тут какая есть особенность. Правда, она сейчас... Не факт, что загрузится, тут около миллиона записей. Я не знаю, хватит у меня со скайпом объема данных. Просто вот тут некоторые таблицы, они уже требуют серьезную машину для аналитики. Ну, условно, каждая таблица, она подгружает вам в секунду времени не только результат, но и всю предысторию блокчейн по этим результатам. Понимаете? Да. Поэтому вот с этим мы еще не научились работать, ну, с загрузкой. Сейчас нам либо придется подождать, либо нет. Но я сейчас заранее объясню, что я хотел показать. Видите, вот здесь второй столбец называется «команда». Ну, тут она сейчас подбросится, увидите, что команда. Так вот, вы можете сгруппировать все результаты по команде, и тогда у вас здесь только капитан высвечивается в линии. А можете раскрыть команду, и тогда вы будете видеть каждый, что сделал в команде. Так вот, смотрите, тут какая интересная методика. Мы заявляем, так как у нас система проектно-ориентированная, ну, то есть, а проект, соответственно, может делаться несколькими людьми. Вот она, загрузилась. Значит, сейчас вам покажу. Вот, ну, только здесь, наверное, команды нет. Вот, видите, вот, например, в команде SUWish три человека. Вот они. Если я скрыл, то здесь у меня первый шаг, вы видите, не выполнен. Потому что капитан не внес ничего от имени команды. А вот, например, Катя Никитина, она сделала первый костянах. А, она с этой командой, да. Но так как капитан не внес этот результат, он является невыполненным. Почему? Потому что, условно, капитан должен нести некоторую ответственность за то, какой результат из команды он выберет, ну, знаете, как игра знатоков в ринге. Да. То есть, все люди дают результат, и капитан может выбрать из готового. А может свой сделать. То есть, это уже интересная такая методология. Еще, кстати, интересно, что когда Катя Никитина уйдет из команды, она может прийти в следующую команду и свой результат уйдет, вынесет с собой. Вот тоже очень интересно. То есть, результаты интеллектуальные... Так и в углу, они забирают с собой. Да. И еще очень интересно, что если Катя Никитина сидит в команде, и капитан ее серьезно и все делает, сам, например, то Кате Никитиной, в принципе, ничего не надо делать. Ну, то есть, она будет зачтена по зачету капитана своего. Это новинка. Да, это очень интересно. Вот только над этой штукой уже можно полгода сидеть и педагогически экспериментировать. Понимаете? Там вот над этими командными историями. Но кто будет сидеть? С кем? Кого? Как? Хорошо. Вам там Антоний вон что-то долбится. Кто? Антоний Швинт. Я занят. Я занят. Это же тоже важная фигура. Так, хорошо. Хорошо. Команды рассказал. И еще последнее, что про навыки быстренько кое-что покажу. Помните, я вам рассказывал, что за каждый результат выдается навык, да? Да. Так вот, мы уже выполнили очень интересную аналитику, которую можно использовать для повышения вовлечения и проектной ориентированности. Сейчас только я зайду как педагог. Видите, условно, тут можно раздвоение личности делать. Да, я уже понял. Каждая соцсеть – это свой отдельный человек. Я обычно делаю в разных браузерах. Ну, а чтобы человеку не надо было браузеры, мы просто советуем разными соцсетями. Тут тоже, правда, сейчас потребуется нагрузка браузера, может даже зависнуть скайп, потому что он сейчас отрабатывает ту самую блокчейн-цепочку на навык. Если вы помните, мы заявляли, что каждый шаг у нас проверяется по этапной экспертизой, но мы еще и можем выводить некоторые, мы назвали это социальные, ой, господи, навыковые графики, навыковую аналитику. Я могу настроить, что она просчитывает либо внутри одной группы, либо внутри одного курса, либо внутри одного вуза, либо внутри одной экосистемы, либо внутри всей страны, либо внутри всего мира. Она взвешивает тебя относительно твоего навыка и навыков всех групп. Обалдеть! Вот это больно-рейтинговая система! Да! Ну, а это тут интеллектуальное, и вообще тут надо придумать. Как вы назвали нейроинтеллектуальное? Как вы назвали нейроинтеллектуальный рейтинг? Две секунды, смотрите, я объясню, что она делает. У нас нет объективной оценки, что является крутой. И мы все время бились, как же нам, ну, условно, разработать систему навыков, которая была бы для всех одинаковой. Ну, например, кто-то там в Кишиневе поставил одну систему навыков, а кто-то в Новосибирске другую. И еще непонятно, крутой в Кишиневе, это такой же крутой в Москве, или это, условно, Кишиневский крутой, а в Москве, ну, как бы, крутой более дороже. В итоге мы приняли решение, что у нас нет фиксированного от нуля до ста, а у нас есть самый крутой и самый некрутой. Все. И, условно, вот видите, самый крутой, вот тут три пользователя, поэтому тут небольшой столбик. А вот больше всего самых некрутых. Видите, тут большой столбик. Ну, то есть, там, их вот, там, 31. А слева самые дауны, да? Да, слева, ну, давайте будем называть политкорректно, самые нереализованные пока свои... Да, временно нереализованные. Временно нереализованные. Так вот, смотрите, когда педагог столкнется с тем, что вот этот вот данный молодой человек является крутым, я, например, в принципе, могу к нему перейти, вот он, Дмитрий Миклаксов, и изучить его, ну, его экспертизу. То есть, условно, на базе чего-то интересно, он считается крутым. Классно, классно. Так вот, смотрите, если вдруг любой из педагогов, когда пользуется этой системой, он может взять... Сейчас она опять загрузится. Это, так скажем, облачная система проверки. В принципе, то же самое, что сделала Википедия с проверкой статей. Если я вижу, что этот человек крутой, 236 у него, а Роман Рабинович у него 210, я могу заявить в систему, так скажем, уточнение. Ну, например, я сказал, что я проверю результат вот этого крутого человека и проверю результат Романа. И Роман со своими 210 баллами лучше, чем результат 236-бального вот этого человека. И тогда Роман сразу же повышается в цене, либо этот уменьшается в цене. Ну, то есть, условно, я имею право, такой, знаете, внутренний арбитраж. Я имею арбитражно навыки эти средневзвешивать не по абсолютной шкале, а по относительной, ну, с друг другом. Ну, по сути, это похоже на, не знаю, драгрейсинг, на соревнования, на... Ну, с точки зрения теории игр, на самом-то деле, это единственная методология для средневзвешивания свободных скальных систем. Ну, то есть, систем с нефиксированной скальностью, нефиксированной системы оценки. Если он говорит, что я эксперт-аналитик, то система просит у него загрузить портфолио, на базе которого ему дали вот эту вот конкретную аналитику. Роман, можно попросить сразу, я хочу, на цель, поднять наше профсообщество и поиграть с вашей системой в нашем профсообществе. О, это прекрасно было. У нас же там, вы знаете, и дизайнеры есть, эксперты, но не понимают методику и так далее. А есть уникумы, которые во всем разбираются. И никто не знает, кто эксперт. Все друг друга вот тычут, там, непонятно. А вот здесь я уже вижу образ, что здесь действительно человек и там может к нему прислушиваться, и там знает, и там. А здесь он программирование не знает. Он не знает, и ничего страшного. И вот тут было бы все наглядно. Да, но только для этого нужно, понимаете, чего я боюсь, что когда люди зайдут сюда и начнут пользоваться вот этим вот, ну, как бы, навыками, и если нет четкого методолога, который контролирует объективность происходящего, то это очень быстро приведет к профанации всей системы. Они там придумали ваши форсайты, которые направляют, которые направляют эти рабочие группы на букву «С». Сёрферы? Нет. Я не знаю. В общем, есть люди, которые, как бы, дают некий толчок, некий импульс, заводят, и там они бурлят и рожают что-то. Но для меня это евангелисты. Нет, это называется… О, забыл уже, поздно. Есть такие люди, которые смогут создать такие некие правила. Ну, для меня это мечта. Верий Николаевич, я за это готов костюме лечь, лишь бы только увидеть своими глазами, как это работает. Это делается просто, я уже понял, как некто, например, я или вы, или вдвоем, вот у меня есть в Канаде знакомая, она сама медик, выкладываем версию, пожалуйста, критикуйте. И когда видят, что да, где-то там слова не то, что-то дополнили, все, дополнять нечего, это и есть истина. Да, это правда. Она принимается, потому что никто не может ничего лучше сказать. Есть сомнения, но лучшего ничего нет. И вот оно начинает работать. Критерии, шкалы, вот примерно так я вижу. А у нас очень много направлений, около 16 в обучении, а может и 20. Ну, тогда надо, знаете, я как мыслю, я хоть и не бизнесмен, но я еврей. Я мыслю так, что если эта вещь благородная и она нужна, то значит надо не только ее делать, но и сразу искать бюджет. Потому что это несправедливо, что на всякие дурные вещи, типа игровых домов и прочего, всегда находятся деньги, а на вот такие вот системы... Вот с этим я не знаю. Но тут еще и другая есть, я не знаю, я, может, тоже еврей. Но миром управляет идеей, сказал лауреат Нобелевской премии Джон Мейнрад Кейнс. Если идея есть, она начинает увлекать. Согласен. Я соглашаюсь с вами, можно быть маркетологом, они хорошо расписывают, они зарабатывают, но они не хорошие люди, они плохо разбираются, врут. Здесь идея может сработать. Согласен. Просто хочется, чтобы люди, ну, как и в Америке, в нашей педагоге, чтобы они были социально успешны, они просто... Просто иногда я чувствую, как, так скажем, самые мощные педагоги и методологи почему-то оказываются самими неуспешными с точки зрения социальной... У нас была проблема методологическая в том, что мы пришли к выводу, что очень много профанов, очень много демпингов, очень много того, а профессионалы не могут себя показать. Вот, так вот им нужна такая система. У нас нет критерия сказать, вот эти люди, вот эти топ-10 там. Вот, так эта же система это и дает, понимаете? Да, вот она может дать. И тогда они говорят, они начинают уже раскрывать крылья, и говорят, мы, эксперты, мы можем давать оценку. Вот этот курс, вот эта платформа, негодные. Прекрасно, это замечательно. Их слово стоит денег, оно стоит результата. Прекрасно, согласен. А всех остальных, да, вы можете высказываться, но... Но чем подкреплена ваша экспертиза, правильно? Совершенно верно. И пока вот не будет списка состава этих экспертов, то они тоже будут прозябать все. Согласен. Смотрите, единственное, если позволите, я уточню чисто методологически, что заявить свой навык системе можно тремя способами. Первое, это выполнить тот или иной шаг на том или ином проекте, на котором установлен тот или иной навык. И тогда система автоматически те навыки припишет, а потом его еще уточнит ментор, который проверяет все твои результаты. Второй способ заявления навыка, это загрузка портфолио под каждый из навыков. То есть можно, опять же, загрузить портфолио, находясь вне проекта. Это портфолио либо автоматически получает какой-то навык, либо после проверки ментором твоей работы тебе дают тот или иной навык. И третий способ загрузки навыков системы, это прохождение профориентационных тестов. Я признаюсь честно, эту штуку посмотрел, ну вот то, что придумал я, я буду говорить придумал я, а это придумал не я. То есть я увидел систему уже работающую, прекрасно работающую. Это самый крутой сайт в интернете по фрилансу, который сейчас в мире существует. Апворк, только этот что-то самый крутой сайт сейчас лежит, судя по всему. Это из-за скайпа. А, ну да, да. Ну, короче, там есть, там загружено в систему порядка там десятка тысяч профориентационных тестов, и тебе дается тот или иной фриланс-заказ, исходя из того, насколько ты доказал свою экспертность в системе. Это не в США? Это в США, да. Но это вообще по всему миру. Там и Индия, и США, и прочее. Я, когда это увидел... Или, по-моему, там даже запрещают брать на работу фрилансера, пока он не будет в этой базе. Ну, я когда это увидел, чуть не расплакался. Понимаете? Потому что я понял, что, господи, живут же люди. Понимаете? То есть там, условно, эти люди, понимаете, как там интересно начинается? Он зашел на фриланс-сайт, он начал проходить профтест, он понял, что он нифига не знает, и он пошел учиться. Представляете? То есть, а мы думаем, как же человека заставить учиться? Я помню, меня хотели... Не то, что хотели, меня брали, но там было условие. Мы вас и так знаем, но вы должны формально пройти на оперки вот этой вот аттестации. И я писал, говорю, а я не знаю, что тут писать, мне этого нет. Пишите обычок, потому что у нас правила, мы не имеем права брать фрилансера, пока не будет в оперке. Представляете, классно? Такое правило. А получается, что рынок на опворке диктует требования к обучению? То есть, прекрасно, перевернутая модель. Ты не учишься, чтобы работать, а ты... Ну, вернее так, ты... Да, да, да. А есть агрегированные списки участников с рейтингами? Вот это вот один человек. А всю группу или... Можно вывести? Не, ну можно просто... Тут можно... У нас сейчас автоматически это не делается, можно добавить закладочку, чтобы оно выводилось в классическом рейтинге. там просто визуально... Нет, я имею в виду показать таблицу, в которой много фамилий, и они отсортированы или сгруппированы по рейтинге. Ну, де-факто сейчас это и показывается, просто надо... Это один человек. Нет, это один человек Роман Абрамович. Нет, подожди, секундочку, смотрите. Вот я, например, изучаю пиар, да? Вот это все навыки по пиару, которые есть в системе. А, вот как. Ну, в шапке-то написано один. Где? Ну, нет. Один просто выводится, чтобы показать, где я относить на них. Но тут, во-первых, они сгруппированы по сегментам, то есть один сегмент, это не один пользователь. Вот здесь это два пользователя, а здесь, например, 52 пользователя. Да, можно. И я могу на конкретном пользовательстве перейти и посмотреть, кто это. Но можно, и, соответственно, здесь переделать кнопочку, чтобы он чик и в виде списка просто выдал. Да, вы ответили. Да, да, я понял. Здесь всего там тысяча записей. Представьте, если будет тут тысяча записей. Да, да, да. Ну, вы ответили. Вот я думаю, что когда впервые начал задумываться, с чего начать, да вот с кофс-офиса и начать. И заводить их там, и раскручивать, манипулировать, сталкивать. Да, почему нет? То есть, замечательно, я согласен. Единственное, просто перед всеми можно облажаться, а перед профсообществом облажаться никогда нельзя. И вот, например, проект Free показал опасность этого, потому что иногда там замечательный методолог работы Маргарита, профессиональный человек. Но она уже, например, разочаровалась в некоторых вещах. Вот, например, в навыках она разочаровалась. Она сказала, я не хочу ставить навыки на своем проекте, мне это не нужно. И для меня этот проигрыш был очень больной, потому что у меня весь проект Free оказался без навыков. и я теперь понимаю, насколько опасно, ну, короче, легче не соваться, пока не уверен, чем сунуться и потом убеждать, что ты не конь. Поэтому я условно профсообщество, вот как вы говорите, немножечко боюсь. Я лучше начну, вот, знаете, даже если мы в пятером начнем пользоваться этой системой и средневзвесим себя относительно друг друга по навыкам, это будет гораздо больше пользы для нас пятерых и для системы, чем засунуть сюда тысячу человек и управлять этими хаотичными процессами. Ну, это уже тактика. Конечно, вначале будет какой-то микро-мини-проектик с учебными компетенциями, навыками, все это отработается. Ну, надеюсь, да. Не так, чтобы сразу бумажать туда. Может быть, действительно, кого-то еще привлечь, у меня есть, в Москве Татьяна Терегина, которая могла бы здесь назоваться. Она мне верит. Ты сама такая активная. Еще кого, даже не знаю. Ну, я... А еще есть в Нижнем Новгороде хороший человек, которому я доверяю, мог бы подключиться. И мог бы весь университет Нижегородский имени Алексеева. А мы в Нижнегородском уже запустились. Может быть, даже как раз с вашим коллегой. Но, понимаете... Там их несколько. А, ну да. Ну, понимаете, какая... Сейчас посмотрим, кстати, в каком. Вот у меня таблица. Там есть Лобачевского, а есть Алексеева. Ну, по-моему, Лобачевского как раз. Ну, вот-то Лобачевского, я его чувствую, ему не очень нравится. Короче, смотрите, Юрий Николаевич, тут в чем проблема? Мы сейчас должны, наверное, брать не количеством, а качеством. Да. То есть, это раз. И два, вот все эти... Вы видите, технологический обзор возможностей прекрасен. Ну, то есть, по сути, это, на мой взгляд, вот для меня, как для методолога, это идеальный продукт, ну, который я, собственно, делал, по сути, для себя. Ну, там, для своих методологических изысканий. Но просто, если я буду им пользоваться один, то это будет какая-то, не знаю, интеллектуальная мастурбация, не знаю, как это еще назвать. То есть, в... Ну, вообще, не будет ничего. Конечно, тут надо коллективное. Вот. И поэтому, я хочу всем мощным методологам этот инструмент просто отдать. Отдать. И без всяких денег, без всего. Наоборот, я хочу им отдавать еще и деньги им давать. То есть, я не сумасшедший, я это понимаю. Я хочу найти... То есть, я сейчас автоматически бегаю, ищу инвестиции, ищу, чтобы нам помогали. Общаюсь там с менторами, там, с Рыбаковым, с Солониным, с зарубежным менторами. Сейчас буду встречаться с Лукасом. Вы знаете Лукаса, который «Звездные войны» сделал? Ну, слышал, да. Я с ним познакомился, мы с ним по скайпу беседовали, и он меня ждет там... Ну, условно, мне просто надо в Америку выбрать, он сам ко мне не прилетит, не удалось так его очаровать. Но, самое главное, мне продали встречу, то есть, я с ним лично буду встречаться, а, между прочим, у него проект «Идутопия». Он занимается образованием, он инвестирует в образование. То есть, я выхожу на очень крутых людей, и первое, что я у них прошу, это я говорю, ребята, даже мне не столько нужны деньги, мне сколько нужно сообщества, единомышленников. Дайте мне хотя бы денег, чтобы я мог вот это вот сообщество спонсировать, чтобы я мог методологов спонсировать, чтобы я мог им давать денег, чтобы вы могли им давать деньги, чтобы это все было, ну, как бы, чтобы педагогику нашу спасать, потому что она, с появлением технологии, она деградирует страшнейшим образом. Это ужасно, что происходит. А как там с локализацией? Я, точнее, так спрошу. Вот, допустим, с Informer, есть такой бизнес-симулятор, где можно соревноваться одновременно людям с разными языками. Это, это им не мешает. А здесь, или BigBlueButton, он сам переводит, они в чате понимают друг друга спокойно. А здесь как? Здесь, если у вас Windows на русском языке, то система на русском языке, если вы Windows на английском или операционной системе на английском. Это интерфейс, это интерфейс. А если это чат? Чат пока. Windows написал по-английски, а я не понимаю. По-английски, он не поможет этот платформер? Хочется сказать, что и это тоже у нас есть, но тут я навру. Этого пока нету, потому что это требует автоматического перевода речи русской. Вот как бы с испанской уже легче, с немецкой легче, а вот русскую речь, лингвы пока плохо работают. Там вот наши коллеги из Аббит что-то пытаются сдвинуть с мертвой точки, но пока это такой бушит, что мы ждем. Я думаю, буквально через пару годков уже все будет работать как ура. Ну, может быть, как раз методологически отработаем пока до идеального понимания и массовости. Да, 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 да. Но даже на самом деле то, что интерфейс уже, то есть, условно, интерфейсы, сами контенты, они могут уже переводиться при создании проекта на разные языки. И автоматически разные люди из разных стран могут работать в одной системе, но не видя того, что они по разным языкам работают. Ну, то есть, единственное, автоматически не переводятся результаты. Но, смотрите, тут, я думаю, надо идти поступенчато. Вот если зарезюмировать сегодняшний день, я хочу с вами регулярно вникать в суть продукта. Сегодня мы с вами что обсудили? Я самую свою жемчужину вам показал, навыковую систему, потому что я в нее верю. Я верю в world skills, я верю в навыки, я верю в компетенции. Я понимаю, что педагогика иногда сильно погрязла в текстах, в лингве и в субъективизме. Ну, условно, я больше верю в соревнования, в Древнюю Грецию, в Олимпийские игры, в, не знаю, там, показы публичные, там, публичные слушания, нежели в садистов, педагогов, которые считают, что они умнее своих студентов, хотя в 99% это наоборот происходит. Я верю в педагог, который помогает олимпийцам достигнуть успеха в прыжке, успеха в бросании копья и прочее. Вот эти педагоги мне ближе, чем теоретики и садисты. Так вот, навыки, я ими грежу. Я вам их сегодня показал и услышал, что вроде как вам они хотя бы не притят. Правильно? Да нет, я все вижу, я не спрашиваю про вещи, как компетенции, измерение компетенции. В России никто вообще не умеет их измерять. А, вот, кстати, сразу, чтобы это прояснить, просто некоторые с нами спорят на эту тему. У нас компетенция, маркетинг, состоит из навыков, а не наоборот. Просто некоторые почему-то считают, что есть навык, а у него есть компетенция. Вот у нас для нас компетенция, это равнозначно профессии. Ну, например, там, маркетолог, может неплохо разбираться в продажах. и тогда это получается маркетолог-продажник. Или, например, там, если у тебя компетенция, например, там, менеджмент, менеджер, то ты можешь быть менеджером, но навык у тебя может быть, например, там, продюсера. Продюсер-менеджер. Ну, и так сказать. То есть, как бы, тут в этом уже можно запутаться, потому что многие считают одно компетенциями, другое навыками. Мы лишь сказали, что компетенция, она может состоять из поднавыков. А навык не может состоять из поднавыков. Навык, он самодостаточен. Вот и все. Ну, с нашей моделью компетенции в России вы знакомы, да? С вашими моделями компетенции. Ну, я имею в виду система применения компетентностного подхода в России. Я несколько моделей видел, я так и не понял, на чем сошлись. Я слышал разговоры, что пытаются и... Ближе всего мне, на самом деле, то, что делают WorldSkills, на мой взгляд. Ну, я имею в виду, что, вот, преподаватели пишут рабочие программы дисциплины. В них прописывают таблицы компетенции, вы видели, да? Что вы про них скажете? Нет, я хочу другое сказать. Они сделали 50%. Ну, наше министерство заставило всех это делать. Но, никто не знает, как их измерять. То есть, их прописывают, формализуют. США научились это делать, во Франции научились. Moodle это умеет. измерять и выдавать сертификаты компетенции. Где, причем, одну компетенцию может мобилизовывать, такой термин они имеют, несколько человек. Допустим, умение логически мыслить и философ дает, в предмете логика, и математик, там тоже есть логика. И они, и они эту компетенцию мобилизуют у этого студента, и это нормально. И ставят подпись, что компетенция присутствует. Там дошли до абсурда, наверное, по нашим меркам. Во Франции, если ты работодатель видит, что компетенции нет, а ты принес сертификат, он может подать в суд на этого преподавателя, и студент, в том числе, который заплатил деньги, ему дали липовую бумажку, и там преподаватель несет ответственность за эту компетенцию. Потому что, к чему я говорю, они научились избирать их. Ну, например, он написал эссе, в котором он доказал, это эссе запротоколировано, имеется в системе, или какой-то тест, или выступил просто очно на семинаре, или вебинаре, и рассказал, интересно, какую-то тему раскрыл, и ему преподаватель это зафиксировал. У нас это нигде не фиксируется. Оно фиксируется формально, но нигде не измеряется по факту. На сессии ставится просто пятерка, или четверка, или зачтено. А где там эти компетенции достигнуты? У кого-то это пятерка в сторону больше математики, а у кого-то это пятерка в сторону больше графики, или визуального мышления какого-то там, красивого. У нас этого нет, но в мире оно есть, и я хотел вот это здесь тоже как-то рассмотреть, потому что увидел там у вас вверху компетенции, и думал, что вы там заложили в них. То ли по-американски, то ли по своей модели измерения. Ну, вы знаете, кстати, у меня как факт своей-то модели нет, я пытаюсь просто найти самое лучшее и это интегрировать. Так что, вот то, что вы мне сейчас сказали, я чувствую, что мне есть еще чему поучиться. То есть, мне надо... Откроем эту вкладочку, может быть, и все станет на место. У вас где-то там было в настройках, функция компетенции. Давайте покажу, как это выглядит. Компетенции. Да, вот что там у вас. Значит, я могу создать здесь компетенцию, но вот это для данного проекта. Да. То есть, условно, мне нужны все навыки в IT, все навыки в маркетинге, все навыки в крутфайнинге, в саморазвитии, в педагоге. Вот, кстати, наша с вами компетенция в педагоге. И дальше я могу соответственно выбрать компетенцию, например, IT, и ввести новый навык. Например, там кризис тест. Все, Дальше, следующий вопрос. У вас пока все четко, как и должно быть. Есть название, есть расшифровка, что оно включает, и есть оценка по ней, да? Да. И есть доказательства, где можно доказать, почему преподаватель ему поставил, да? Да. Протокол, некий протокол для прокурора, или для, если кто-то там запустит утку, что ему поставили незаслуженную оценку, то здесь в этой системе все можно всегда подтвердить, верно? Да, притом подтвердить с помощью концепции блокчейн. Конечно, блокчейн. Мудл, это не хронология, как там, и логия есть, и там каждое действие фиксируется. Не только оценки, но и каждое действие. Разместил файл, вот он лежит, а оценки нет. Ну, тогда, наверное, это действительно идеально. Просто вы их назвали по-другому, гейм-девеломент, а в министерском это называется кучей слов, компетенция в виде десятка слов в одной фразе. Ну, вот сразу бы, сразу бы, вот смотрите, чтобы было, если бы вот это модуль, отдать кому-то, ну, как я мыслю, что я думаю, что надо найти из нашего сообщества человека, который наиболее сфокусирован именно в этой области, например, в области компетенции, навыков, и он бы взял на себя внутри сообщества какую-то работу, я бы даже, может быть, нашел бы под нее бюджет, ну, условно, там, выпросил бы у кого-то на коленях, у кого-то из филантропов этих, чтобы он спокойно сидел и полгода вот эту штуку доводил до идеала, зная инструментарий, зная, как бы, всю эту историю, то есть, на самом деле, у меня мысль такая, что я буду сейчас делать юридическую основу для компании, в которую, интеллектуальную собственность, в которой я буду размещать не только между разработчиками, ну, то есть, это такая условно открытая open source, ко мне могут прибиться серьезные разработчики, которые могут помочь заработать эту историю, но и между методологами, которые тоже должны, ну, они же вкладываются, они дорабатывают эту штуку, и, условно, если вся система NERMAP станет идеальнее от них, значит, они должны иметь право владеть, ну, как бы, условно, этой интеллектуальной собственностью, просто, как бы, это не все не переросло в разборки, там, кто, кого, чей, и так далее, поэтому, возможно, все-таки, я приду к этой идеальной модели open source, может, меня все-таки Мартин научит, то, что, когда мы с ним встретимся, и тогда вообще будет классно, то есть, ну, по-моему, там все просто, что-то мучиться, он берет десятину, такого, как Алексей Диченко, вы нас знаете, да, ну, они ищут по миру, фирмы, консалтиру, мы тоже ведем переговоры о том, что стать их партнерами, но у нас не получается, но это не важно, там принцип какой, Мартин наберет 10% от коммерческой прибыли с партнеров, все, и он этим оплачивает работу headquarters в Перке, в Австралии, вот и вся модель, он живет за счет партнерских отчислений, а они зарабатывают на то, что они партнеры, моду, у них имидж, у них статус, больше получают доверие от клиентов, вот и вся модель. Значит, мы, и мы к этому тоже идем, то есть, просто сейчас юридически непонятно, как это все удержать, и тут еще история, что партнерами же надо управлять, с ними надо работать, ну, короче, у меня нету просто организационного бизнеса. Здесь я бы, если уж брать за опыт, вся документация, все формальные документы партнерских agreements имеются, да, имеются в открытом доступе, можно просто взять и проанализировать, и взять дешевые под ключ. Ну, Юрий Николаевич, не копирую, а переработаю, там вся модель у них на распашку, но я знаю, что Мартина плохо делал. Ну, вот в том-то и дело, понимаете, то есть, модели-то есть, покажите рабочую. Она у него плохо идет, я это знаю. вот, она плохо идет, и самое главное, что если он мужик, он живет в Австралии, у него там семья и дом, и деньги, в принципе, еще семейные и так далее, короче, живет он неплохо, он может позволить быть мечтателем, то я сибирский еврей, путешествующий по миру, там, живущий сразу во всех странах, у которого еще нет семьи, которому нужна семья, у которого еще нет денег, но при этом он там заплатил кучу миллионов за разработку этой всей истории. Короче, я просто не выдержу сейчас. Я думаю, надо посмотреть на Цукерберга, на его... Ох, ох, ох. Ну, а что делать? А что делать? У меня через два рукопожатия уже с ним организовываются встречи, вот, надеюсь, что она произойдет, когда я в Штаты прилечу. Короче, де-факто, я сейчас все-таки двигаюсь, я не специалист в организационных и бизнес-моделях, и я надеюсь, что я просто найду человека, который мне поможет это сделать, но я точно знаю цель. Цель моя такова, я не хочу быть супербогатым человеком, мне не это важно, я хочу увидеть работающую образовательную модель, когда онлайн спасают оффлайн, когда люди в онлайне начинают выстраивать такие технологии, что они требуют методологической обоснованности в оффлайне. И, по сути, если позволите, последнюю мысль скажу, и на этом будем закругляться сегодня, что, вот, например, если педагогический состав, например, там из 10 педагогов освоил вот эту вот технологию средневзвешенных навыков, да, оцифрованных, то это потребует от них создание оффлайн-форматов соревновательных, оффлайн-форматов публичных слушаний, оффлайн-форматов публичных арбитражев, кто круче, там, Белоножкин, Рабинович, не знаю, там, знаете, там собирается 200 человек, и в итоге Рабинович там проигрывает Белоножнику и Белоножкину и становится на второй состав, а Белоножкин на третий. И все с этим соглашаются, потому что все были на этом слушании, условно, там, ну, как Маяковский и Есенин. То есть, как бы, я верю, что просто так уже не сделаешь дуэль Маяковского и Есенина. А вот если в онлайне сделал вот этот навык, и потом чуть-чуть поджег спичку в оффлайне, и тогда я увижу, что в оффлайне это все восстанавливается, понимаете? Вот тогда я буду счастлив, когда оффлайн будет накрепко сцеплен и сохранен онлайном. Я это вижу. Ну, я не Цукерберг, я Белоножкин, но я вижу, что все признаки фейсбучной вот этой вот, ну, не заразы, а мании, обмена, интереса к обмену здесь есть. И это есть будущая экономика проекта. Да. Да, абсолютно. Я согласен, что здесь надо добавить методику, идею. Технологически тут все отработано идеально. Вы компетентностную модель, самую в России непонятную вещь вы сделали на инструментальном уровне. Что там будут, какие там слова, это я уже понял, это можно взять министерские слова, как в госстандартах прописываются. Главное, что оно в итоге оценивается и выстраивается в наглядные результаты, а не просто в оценку застен. Спасибо, Роман. Я благодарен за знакомство, готов поддержать и продолжить, когда вам будет удобно. Да, я...